Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мне тоже подобаются вин, так скажем, мягкий, мяцный и какие-то, ну, мне нагадывает, какие-то горишки. Дуже приемный, гарный смак. Вот сегодня я на минимализме, бачите, невеличко чабань. Вот и для того, чтобы напоить чаем свою жабу, я ее так просто поставив, заранное чаю попье, и мы ее приберем на серветочку. Таким минимальный, как сказать, способ чаевания мне, снова таки, останним часом очень нравится, потому что не нужно себе таскать все ляки. Это величезные штуки, и это можно всегда носить с собой, кинуть куда-то в рюкзак и будь-де чаювать. Я думал над темой этого выпуска. У меня в жизни очень много разных изменений, они все приемные. все изменяются. И изменяются в какой-то такой иебической прогрессии. Вот и тому, навіть не знаю, про что вам разповести. Скажите, все буду разповедать про чай. За цей час, за час великой войны, уже за півтора року, наше, так сказать, чайное предприемство, знайомство с чаем не зупинилось. И в будь-яких умовах мы постійно намагались продвигать чай, вироблять чай. Ну, это я уже скажу про Дмитра чайного пьяницы, с которым мы дружим. Который завжди нас, как волонтеров, поддерживает. И он постоянно с нами на одной минуте, так скажем. И так само само чаевание никуда не девалось. А ведь, когда каждое нищие постоянно на протязи там, до кольких месяцев обстреливали Миколаев, я завжди брал с собой аптечку, какие-то необходимые речи. И завжди со мною був чай. Потому что без чая, ну, мне, здаётся, в меня поехала кукуха. А чай, он как-то даёт, знаете, такий впевненность в собі даёт спокій, сосредоточность. Ось, можно как-то тверезо думать. И я помню, когда был час, когда очень часто приходилось спускаться в подвал. Там у меня валялся какой-то там каримат надувный, спальник, пауэрбанк для того, чтобы можно было как-то мешковать. Ещё памятаю, там не было звязку. Ось, и было такие сверху невеличкие виконцы. Ось, я на це виконцы ставив пауэрбанк, и такие, знаете, бывают, как он называется, раздатчик Wi-Fi, такие невеличкие, как, блин, USB-прилад, в который вставляется сим-картка, и он раздаёт типа мобильный интернет по Wi-Fi. И вот я закидывав его наверх, на це виконцы, и он на подвал раздавал интернет. Можно было лежать, пить чай, спілкуватися з рідными, з близкими людьми. Чай постійно був з нами. Димончик молодец, він постійно цей чай якось разробляв, якось намагався привезти его в Украину. Едине, что чай трошки подорожав через те, что все-таки это логистика, логистика в войну. Вы сами понимаете, что везде все поднимается, везде все начинает коштувати. Так само Димончик еще до войны запустил много разных чая, но через то, что началась война, великая война, это все какось загальмировалось и застопорилось. И потом, спустя какой-то час, чай потроху почав заходить в Украину. И тем самым мы смогли цей чай пить, с цим чаем працювати, цей чай продавати и цей чай відвозиться до хлопців на передовую. Потому что хлопцы на передовой пьют дуже багато чая. И это не означает, что они почали пить цей час в войне. Да, есть такий процент військовых, которые начали пить чай вместо каких-то энергетиков. Но військовые – это те же самые люди. И, как я считаю, просто очень много чуй любителей пошли воювати. А когда ты чуй любитель, ты уже никогда не разлучаешь себя с чаем. Тому чай є на фронте. И вот, багато на фронте, багато в мене, кто замовляє цей чай, багато кому мы відправляє цей чай. Ось через цю філософію чая на фронте у нас как раз народы все-таки чай ті файтерс. Ну, кто следкует за мной, памятаю, что это за тема. Кто не следкует, то, можу сказать так, на початку Великой войны захотелось якось объединять любовь до чаювания и показать то, что мы круты, мы мудры, мы сильны и мы можем пить чай и убивать ворога. Ось, и народился такий бренд. Замість чайной лавки Любомира он став ті файтерс, где мы бачим Йоду с джавелином, который на спокойном пьет чай, но все в него под контролем. И я почав продвигать цю філософію ті файтерс. Це такий військовий чай-любик, можно так сказати. А потім вже завдяки нашому другу дизайнеру Сереже Шевченко мы вже намалювали обкладинку. Він зробив таку прикольну упаковку для цього чаю. Она ще там развертається, там є декілька коміксів. И завдяки Димону чайному пьянице в нас заявився такий крутий пуэр, который довго триває, ну такий довго грающий. Я бы его назвав. Він дуже плотный пресовки. Він сам по собі гарный пуэр. И він распределен на такі пліточки по дозах чая. И чим гарно он не обсыпается, когда ты его таскаешь с собой. Ну и гарная упаковка для того, так само зроблена для того, чтобы можно было таскать с собой и будь-де заварить. Мы же так само розуміємо, что в фронтовых умовах не всегда можно делать ось это все. Тому там есть термосы, есть какие-то кухни, есть газовые пальники. И цей чай можно как проливать, так и варить. Можно заварить его в термосе, можно просто заварить его в кухле. И потом, когда ты выпьешь, додать еще туда укропу и еще попить, або пригостить там по братиму. Вот. И вот через всю всю тему народился цей чай. Цей чай користуется таким непоганым попитом среди военных, среди волонтеров, среди цивильных, которые любят чай. Это сейчас реклама. Цей чай еще есть. Его можно купить. Вот. Из любого чая всегда какой-то высоток постоянно идет на помощь ЗСУ. Есть чай, где установлен один процент. Цей, как он называется, у нас джазовый гриб. Чай Димон выпустил там 100 гривен, где не процент, а конкретно сумма с каждого млина на ЗСУ. Зараз цей чайный гриб закінчуется. Будущее таки чаи. Но это я про себя уже скажу. Так как я працюю с чаем, я его продаю. Это мой заработок, с которого я отдаю процент на волонтерские с правой. Тому купите в мене чай, и будете впевнены в том, что, по-перше, у вас будет очень хороший стан. Вы будете товарищувати с чаем. И плюс вы будете таким чином донатить на ЗСУ. Это хорошо. Хвилинка реклама закінчилась. Это я просто прокидаюсь. Я прокинулся, но пока я не попью чай, я никак не могу прокинуться. Ну, как все чайные любители, скорее всего. Вот. Прокидаюсь, я шухую. До речи, я почав пить шены. Ранее ж, помните, да? Я не пив шены никогда. Но, снова таки, шен не звук до того, чтобы прокидаться с шеном. Шен я пью уже напротив дня, когда мне нужно как-то сосредоточиться. И через спеку мозг как-то постойно втомлюется. А может быть это уже через век. Все ж таки скоро полтос будет. И мозг втомлюется. И ты какой-то разваленный, хочется как-то поспать. И ось трошки шены. И ты прям таки, хоп, ровно. А если ты перед шеном еще можешь поспать, десь півгодины, а потом шена, то ты прям так заряжаешься, краще, чем батарейка дюрасел. Шен дает охерезный стан. А что до вечера, то так само я уже изменил своим приоритетом. Если раньше шу-шу-шу-шу-шу и больше ничего, то зараз уже в хит пішли улунчики. Что-то там писали, писали питания, типа, как я почав заниматься чаем, как там еще что-то пью. Знаете, я почав, как, в принципе, все. Десь спробовал, и я как-то зацепил, почав пробовать. Это, знаете, такий шлях, стандартный для всех. Ты где-то попив хорошего чая, зрозумев, что тебе это подобается, но ты музыкой своим таки думаешь, ага, если они его продают, меня запросили, в них столько-то кошек, посад что-то там коштует, какие-то сибически хорошие, то, скорее всего, это бары, они меня наебают. А я, типа, ну, такой, типа, крутой тип, и навещу я буду давать себе наебу, вот я краще сам это все знаю. И пиздуешь на Алиэкспресс. На Алиэкспресс, еще на какие-то сайты. Ты начинаешь куповать себе говно. Ризно. Потом тебе приходят посуды, самые низшие якости, в которые неможливо что-либо заварить. Тебе приходят чай, который так само неможливо пить. Ты, разумеешь, что ты уже вытратил какие-то гроши, а того чая, которым тебе приглашали, ты еще не пив. Вот. Через это все проходят, это нормальная штука. Для того, чтобы понимать, чему чай бува, гарный, а бува и нет. Треба как-то много чая попить, и много дерьма, скорее всего, тоже попить. Вот это со мной так само было. Я купил незрозумелый для себя посуд, я купил незрозумелый чай. Но потом все-таки я пришел до того, что начал уже купить гарный чай. Пить гарный чай. С чаем же там как? Ты, например, находишь для себя какой-то пуэрчик. Он тебе подобается. Ты купишь себе его там, например, килограмм, чтобы пить. Ну, типа, он же гарный, он тебе подобается. И ты его пьешь, 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 и он норм тебя выравнивает, тебе все ок, и в принципе можно так с ним и жить. Ну, иногда изменяешь его на какой-то такой же самый чай такого самого ревня, для того, чтобы не припиваться, и чтобы какую-то вкусотеку разнообразить свою. Но потом тебя кто-то пригощает, или ты здесь купишь, например, например, поэрчик в качестве повыше. Ось. Починаешь выпить, он тебе подобается, ты таки, о, круто. Ну, там выпив там якийсь блинчик целого чая, пропив. А потом повертаешься к тому, который ты пив завжди. И той чай показывает, что он для тебя уже ниякий. Тобто, он пустий, он уже не впливает на тебя так, как до того, как ты попробовал чай высшей качести. И это перехит на ступень выше. Вот на ступень выше поднялся, и начинаешь пить чай целого сегмента. Ось. А если попробовал еще что-то лучше, то еще выше поднялся, и это все целое. А это все деньги. Это все деньги, что-то лучше, но какие-то мрии, даже не мрии, а обожания, пить что-то прикольное, что-то новое, что-то цикавое. И вот через это, через деколька ручки, ты уже начинаешь как-то потроху разбираться в чаях, потроху разбираться в посуде. Разумите, для чего тебе столько чайников, для чего тебе столько чайников, и постоянно ты стоишь на початку шляху. То есть ты не можешь сказать, что я уже по чаю, прошел якийсь великий шлях, потому что чай... Ну, это просто что-то неизведанное, чтобы ты постоянно что-то что-то пизнаешь, что-то пизнаешь, что-то намагаешься придбать новое, попробовать что-то другое, какой-то новый посуд, какие-то новые почутки. Но, опять же, это такая величезная палитра всего, что, ну, життевого шляху просто не хватит для того, чтобы это все пизнать. И тому... что тому? Тому треба просто піти чай, не робить себе какого-то чайного знавца, работать, тренироваться, и обязательно донатить на ЗСУ. Потому что, если мы не будем воювать, мы не будем обратить внимание на все то, что сейчас происходит, мы не будем поддерживать даже своими публикациями в соцмережах, какими-то грошами, которые мы можем выдержать от себя. Но нужно научиться выдержать, потому что, если это не делать, то потом не будет ни нас, ни работы, ни того, вообще ничего не будет. Ну, я думаю, вы сами все это понимаете. Сейчас у меня какой-то выпуск... Ось такой весь. Ну, главное, что я чай прорекламовал. А, еще, до речи, хотел сказать про цеплюшки. Хотел взвернуть на них увагу. Это партийный шу-пуэр от чайного пьяницы. И есть такой же партийный червоный чай. Червоный очень круто. Вот в таких плюшках. Шуха очень ревна тут. И эти плюшки мне очень помогли последним временем. Потому что, когда ты куда-то рухаешься, ты постоянно где-то с рюкзаком и постоянно в разных умовах находишься. И это очень круто. Она там еще разделена. Типа, навпил. Можно половинку заваривать. Тут 8 грамм. Можно половинку, можно полный. А я, взагалі, роблю ще такий микс. Я беру половинку шухи и половинку червоного и завариваю це в цермосе. И він дає такий дуже потужний стан. Крутый. Вот. И вот ці таблеточки прям решают, вырішують любые ситуации. Так що, якщо вам було це цікаво, купуйте чай, донатьте на ЗСУ і пишіть мені різне питання для того, щоб я мог, ну, якщо вам подобаються взагалі це всі CGPG випуски, пишіть якісь питання для того, щоб ми могли розвивати якусь тему. Тому що в мене в мозуку, ну, дуже багато всього. Знаєте, там, одруження, там, якісь справи, там, постійне щось, короче. Але для того, щоб сконцентруватися на якомусь із напрямків, ну, треба, щоб були якісь ваші питання. Дякую, дякую, друзі, за те, що дивилися цей ролик до кінця, намагався робити його невеличким, просто обізначитися, то, що цей канал ще працює, і то, що я ще живий, і то, що чай я ще пив. Все, дякую, гарного чая вам, гарного настрою, і все буде добре. Дякую.